добрый день уважаемые друзья давайте проверим звук и изображение хорошо ли меня видно слышно напишите пожалуйста плюсики в чат если и слышно и видно либо комментарии если есть какие-то проблемы но судя по всему все хорошо и так меня зовут для проманов я все также менеджер проекта стэнфорд образовательного и сегодня у нас несколько внеплановый вебинар однако тема должна быть вам крайне интересно как следующий год как вы знаете был объявлен годом электроники российской федерации страны правительства и данное направление является крайне интересным приоритетом и очень важно собственно говоря мы не так давно проводили совместно с метом представителем данного вуза как раз который сегодня будет выступать в качестве нашего лектора и фондом скокола конкурс посвященный как раз разработке микроэлектроники в частности центральных процессов проектирования понимания основ и прочих вещей и вот так как эта тема крайне такая сложная для многих непонятная не все вообще знают что для того чтобы написать на иросеть все-таки нужно не про железо она будет работать мы решили что оптимальным вариантом будет как раз проведение подобного вебинара который должен чуть более подробно рассказать и приоткрыть тайны над этим замечательным устройством про которые все слушают а кто понимает как она работает и конечно же побудить тех из вас кто не совсем определился может быть определился рассмотреть данную тему более подробно и возможно в качестве своей будущей профессии выбрать что-нибудь вроде архитектора который будет проектировать новые микросистемы да и создаст там не знаю новый какой нибудь новую архитектуру процессорную или станет новым илоном маском в области как раз разработки квантовых вычислений либо классических кремниевых собственно касательно самого проведения мероприятия но ничем отличается от наших стандартных личных номер и все вопросы я вас прошу задавать в чат с вопросиком в основной чат который вы сейчас пишите здесь все вопросы связаны не с темой выступления технические вопросы может быть какие-то моменты организаторские но не по тематике значит вопросик до который прям так называется вопросы все вопросы связанные непосредственно с тематикой выступлений нашего замечательного спикера буквально через несколько минут представлен в конце как всегда мы выберем лучший вопрос естественно этим будет заниматься наш спикер михаил геннаджи попов являющийся старшим преподавателем национального исследовательского университета не находится в городе зеленограде и само собой кто-то задаст самый интересный самый лучший вопрос получит приз от нашего проекта ну в общем тут все как всегда поэтому сразу и заранее прошу того человека который выиграет может он написать свой адрес и контактные данные в нашу группу в контакте либо написать на почту одни языкова собака русмана дочекам опять же свои контактные данные есть особенно ему лет несколько меньше чем 14 то данные контактного лица виде мамы или папа вот большое спасибо и так я передаю слово михаил геннаджи попова он расскажет что такое процессор как он работает вообще зачем в принципе эта штуковина всем нужна и почему на самом деле вы даже не подозревайте откуда этих процессоров так много что даже сидя дома и не держа в руках телефон все равно эти самые процессоры есть у вас рядышком практически во всех устройствах и так михаил передаю вам словом итак всем привет я надеюсь что меня слышно видно еще раз представлюсь здравствуйте меня зовут попов михаил геннадьевич так удобнее разверну я старший преподаватель института микроприборов и систем управления при национальном и советском университете московском институте электронной техники или проще говорят преподаватель из мед сегодня я вам расскажу что такое процессор и как он работает собственно давайте приступим к этому ну и чтобы приступить для начала что же такое процессор для начала процессор это программа управляемое устройство главное что нужно понять что для того чтобы управлять этим устройством нужно написать программу Что такое программа? Программа это просто последовательность инструкций, или команд их еще называют, которые нужно выполнить. Все, что умеет делать процессор, это считать. Он считает и делает это автоматически. Ну а выглядит он как просто микросхемка. Кстати, я не знаю, вот мою мышку видно или нет. Если вдруг нет, напишите, пожалуйста, об этом в чат. Я часто мышкой выделяю на слайдах. Так, значит, процессор это программно-управляемое устройство. Не всегда у нас процессор был... Так, что такое? Не всегда к человечеству были доступны процессоры. Раньше людям приходилось невидно мышку. Ну, хорошо, значит, буду на словах говорить. Изначально были, конечно же, не процессоры, изначально были калькуляторы. Почему? Потому что людям всегда нужно было что-то считать и в архитектуре, и в экономике. И это тянется вот с того момента, когда цивилизация начала появляться. Тогда же начал появляться счет. Всем здравствуйте. Тогда же начал появляться счет, появились калькуляторы. И в чем разница между калькулятором и процессором? В том, что процессор это такой автоматический калькулятор, которому можно сказать, что он должен, какую последовательность вычислений он должен сделать. Калькулятор такого не умеет. Калькулятором мы должны самостоятельно пользоваться. И почему же изначально не смогло появиться такого устройства, как процессор? Дело в том, что не хватало технологий. Вот, например, в начале 20 века наконец-то начали использовать электрический сигнал для передачи информации, а в качестве примитивных блоков, из которых строилась автоматическая счетная машина, использовались так называемые электромеханические реле. Реле – это простое устройство, такая вот катушечка. Если на нее подать напряжение, то тогда появляется магнитное поле, оно притягивает клемму, и контактики либо замыкаются, либо размыкаются. То есть в основе процессоров на самом деле лежит простое устройство, как ключик. Если у нас будет ключ, которым мы можем управлять электронным образом, то есть подавая на него единичку, он открывается, подавая на него нолик, он закрывается, имея в избытке такие устройства, можно создать процессор. Но электромеханического реле для этого тоже было недостаточно. На самом деле основная проблема заключалась в том, что память было очень сложно сделать. Вы сейчас на своих слайдах, на своих экранах, вы видите два устройства. Они такие очень старые. И первое, и второе – это элементы памяти. То устройство, которое слева, вот хотелось бы, конечно, мышкой показать, там вы видите такую проволочку, скрученную по кругу. Идея заключалась в том, что в начале этой проволочки она как-то поворачивается, то есть она изгибается. И вот этот изгиб, он не моментально появляется на другом конце этой проволочки, а он как бы волной распространяется по этому кругу, распространяется, пока не дойдет до конца. И когда вот доходит до конца, то этот на втором конце измеряется угол поворота и повторяется на входе. То есть получается, что как бы вот эта волна кручения, она бесконечно по этому кругу бегает, бегает, бегает. И, собственно, вот этими волнами кодировались нолики-единички. Есть закрученная штука, значит, это единичка. Нет закрученной штуки, значит, это нолик. И вот такие волны блуждают там. И вот такая, в общем, хитрая память была. То, что вы видите справа, там еще хуже. Там вот эта трубка большая. Внутри ртуть. И внутри этой ртути распространяются звуковые волны. И вот этими звуковыми волнами хранилась информация. В общем, на этом можно было бы сильно остановиться, потому что на это люди потратили очень много своих мысленных ресурсов, чтобы создать такие устройства. Но, слава богу, очень хорошо, что в итоге они не потребовались. Потому что если бы все осталось на этом уровне, то ничего бы того, что у нас есть сегодня, не получилось. А почему так произошло? Потому что появились транзисторы. Благодаря транзисторам стало возможно создать маленькую память, которую можно положить, например, в карман, которую можно использовать в устройствах, которые тоже можно положить в карман. И когда появились такие технологии, тут же появилась концепция, идея, хранимой в памяти программы. Дело в том, что до 40-х годов прошлого века, то есть до 1947-го, если не ошибаюсь, программы хранились не в памяти. Вообще понятие программы было вот, оно не совсем такое, наверное, было, которое сегодня используется. И только когда появились технологии, когда появилась возможность что-то сохранять в памяти удобной, появились вот эти идеи. Значит, что это такое? Что за хранимая в памяти программа и что за принципы фон Неймана? Значит, в 46-47 году группа исследователей посидела, подумала и пришла к выводу, что для того, чтобы создать компьютер, этот компьютер должен удовлетворять четырем принципам, которые изложены на слайде. То есть первое, компьютер должен использовать боичную систему счисления, то есть, другими словами, оперировать ноликами-единичками. Почему? Потому что это просто. Потому что легко создать устройство, которое оперирует ноликами-единичками. Вот, например, реле оперирует ноликами-единичками. Есть сигнал, нет сигнала. Второй принцип. Должна использоваться адресуемая память. Что это значит? Это значит, что у нас должно быть некое устройство. В этом устройстве должно быть сколько-то ячейок, куда мы можем сохранить какое-то число. И у этого устройства должен быть вход. Адресный вход. Мы подаем на вход в виде комбинации ноликов и единичек некое число, которое указывает адрес ячейки памяти. А на выходе этого устройства появляется, собственно, что лежит в этой ячейке. То есть адресуемость памяти значит, что у нас должна быть память, у которой есть вход адреса. Мы подаем туда адрес, на выходе получаем число, которое лежит по этому адресу. Это и значит адресуемая память. Третий принцип. Последовательное программное управление. Это значит, что нужно выполнять инструкцию за инструкцией. То есть обращаемся к памяти, считываем оттуда инструкцию, выполняем ее, а потом считываем следующую инструкцию, выполняем ее, считываем следующую и так далее. То есть такой простой принцип. Выполнять программу последовательно. Инструкция за инструкцией. И последний, который вот выделен серым. Единая память для хранения программы данных. Это принцип, суть которого, что программа, которую нужно выполнить, которая также закодирована ноликами и единичками, И данные, над которыми работает эта программа, то есть вычисления, которые производят, они должны лежать в одной памяти. Почему оно здесь выделено серым? Потому что с того момента уже люди давно используют другой подход, в том числе, который называется гарвардская архитектура. И там используются две памяти. Отдельная память для хранения программ и отдельная память для хранения данных. То есть, на самом деле, четвертый принцип, он такой вот, плюс-минус. Иногда его применяют, иногда нет, но вот три верхних, они очень важны. То есть, использовать нолики-единички, должны обладать адресуемой памятью и последовательно выполнять программу инструкция за инструкцией. Так, для того, чтобы нам осознать, как работает процессор, на самом деле на него никогда не смотрят как... То есть, на него можно посмотреть с разных уровней представления. Можно посмотреть на него как на... глазами программиста. Тогда мы будем смотреть вот с верхнего уровня, где написано Application Software. Вот именно с такого уровня видит программист. Ну, мы начнем снизу. Видите, там выделено стрелочкой уровень физики. Это значит, что если мы знаем физические законы, если мы их можем грамотно применить на практике, то, объединяя разные элементы, компоненты, мы можем создать такие устройства, как, например, примитивные электрические устройства. Например, транзистор. То есть, применяя физические законы, мы можем создать транзисторы. Что такое транзистор? На самом деле он выполняет роль того же самого ключика, как и реле на слайдах ранее. То есть, помните, что там реле делал? Если мы на катушечку подаем напряжение, скажем, единичку, да, мы туда подаем единичку, там начинает течь ток. Появляется магнитное поле и, вспомните, что происходило, клеммы замыкались. То есть, какая-то цепь замыкается. Транзистор работает точно так же. У него есть, вот видите, вход gate. Если вы будете на левый рисуночек смотреть. У него есть вход gate. И еще два входа, source и drain. Так вот, если на gate подать единичку, то тогда ток сможет протекать от source к drain. А если подать туда нолик, то тогда не будет протекать. То есть, это такой вот ключик, который автоматически по электронному сигналу замыкается и размыкается. А вот тот, что справа нарисован, он работает ровно наоборот. Когда нолик, он замыкается, когда единичка размыкается. Имея в избытке таких транзисторов, ну, скажем, парочку миллиардов штук, на самом деле гораздо меньше можно, хватит и нескольких тысяч для самой простой реализации. Имея их, в общем, достаточно много, их можно друг с другом соединить и получить процессор. Но мы не будем сразу из транзисторов соединять. На самом деле, если взять несколько транзисторов и хитрым образом друг с другом их соединить, то можно получить, можно перейти на следующий уровень представления иерархии вечеринтой машины, перейти на уровень цифровых, примитивных цифровых вентилей. Надеюсь, вы об этом уже когда-нибудь слышали. К примитивным цифровым вентилям относятся логические функции в духе инверсии. Например, нет. Это вот, видите, это рисуночек слева, который имеет один вход А и один выход Y. Сверху нарисовано его графическое представление, это инверсия, а снизу нарисовано, как нужно взять парочку транзисторов, как их друг с другом соединить, чтобы они работали, как эта инверсия. Суть этих слайдов не в том, чтобы вы поняли, как нужно соединить транзисторы, чтобы получить логический вентиль. Здесь я хочу продемонстрировать, что если взять несколько транзисторов, мы можем получить цифровые вентили. Дальше. Если мы возьмем несколько цифровых вентилей и хитрым образом их друг с другом соединим, то тогда мы получим логические цифровые блоки, которые будут выполнять уже какие-то новые функции. То есть вот эти функции с предыдущего слайда, они очень примитивные. Например, левый компонент, инверсия, он может инвертировать сигнал. Следующий компонент, он чуть посложнее работает. Сейчас не буду на нем заостряться. Может быть, вам известно из курса школьного информатики, как это работает. Ну, если нет, вы можете обратиться к дополнительной литературе. Сейчас не буду на этом заострять внимание. Так вот, если взять несколько элементов примитивных цифровых вот этих вентилей и объединить их друг с другом, можно получить новые функциональные устройства, которые делают что-то новое, уже более привычное. И конкретно я хотел бы поговорить о двух из них. Нам нужно поговорить об этих двух, чтобы потом перейти уже непосредственно к тому, а что же внутри процессора и почему он работает так, как он работает. Ну и как вообще он работает. Первый из этих двух устройств – это арифметико-логическое устройство. Арифметико-логическое устройство. Вот на левой части слайда вы видите внутреннюю организацию такого устройства. Я понимаю, что здесь пока мало чего понятно, ну или может вообще ничего не понятно. Оно состоит из примитивных логических вентилей и даже вот эти вот странные трапеции, они, если заглянуть в них внутрь, мы тоже увидим, что это все обычные логические элементы в духе и, не, или таких. Так вот, давайте разберемся, как работает арифметико-логическое устройство. Тут я отвлекусь на секунду, скажу, что в этой презентации я рассчитывал, что здесь можно будет запускать анимацию. К сожалению, площадка не позволяет запускать что-то, кроме PDF. Поэтому, если вам интересно, как это изначально выглядело, да, и чтобы было понятнее, после вебинара организаторы скинут эту презентацию, и вы можете у себя ее запустить и посмотреть. Ну вот конкретно здесь я рассчитывал на анимацию, что у меня здесь будут постепенно появляться различные элементы на схеме. Значит, как работает АЛУ? У АЛУ есть два входа, А и Б, сверху вы можете их увидеть. Я сейчас говорю про правую часть рисунка. И снизу выход Y. А и Б – это входные операнды. Снизу выход Y – это результат. Справа вы еще видите один вход, он синеньким цветом помечен F. Это операция, которую нужно выполнить арифметико-логическому устройству. Что такое арифметико-логическое устройство? Это устройство, которое выполняет арифметические и по-разрядно-логические операции. Грубо говоря, это и есть калькулятор. Мы этому калькулятору на входы А и Б подаем числа, которые мы хотим посчитать. На вход F мы подаем команду, то есть определяем, какую операцию он должен выполнить. Они как-то кодируются, ноликами и единичками. Для примера здесь на слайде изображено, допустим, код 101. Это значит, что нужно сложить. И тогда, если мы подадим на вход 9, на второй вход 3, на вход управления 1.0.1, то тогда на выходе Y у нас появится результат сложения, то бишь 12. Здесь намеренно написано и в десятичной системе, и в двоичной, чтобы показать, что, ну, конечно же, на вход этого блока приходят двоичные числа. То есть для данного примера вход А – это не один провод, это сразу 4 провода торчит. 4 провода, на каждой из которых подается свой битик 1.0.0.1. Ну, а также на вход B 4 провода торчит, на входе F – 3 провода, на выходе Y – 4. Так, то есть это у нас калькулятор. Это первое из двух устройств, которое нам нужно для того, чтобы понять, как работает процессор. Второе. Второе, что нам потребуется – это память. Ну, и тоже тут, к сожалению, немножечко наслоилось, потому что здесь рассчитывал на анимацию. Давайте начнем с левой части экрана, где изображен… Да, всем привет, ребят. Где изображен такой вот блочок, у которого есть вход D, выход Q и сверху вход CLK. Вот это устройство называется регистром. Регистр – это ячейка памяти. Это ячейка памяти, которая может хранить одно число некоторой разрядности. Ну, конкретно здесь разрядность 4. То есть сколько бит информации он может сохранить? 4 бита. Как я это определил, это вот написано на его входе. Четверочка. Это значит, что он будет хранить 4-битное число. Как работает эта ячейка памяти? Ага, значит, частичные проблемы. Как работает вот эта слева, которая изображена, вот этот регистр? Это ячейка памяти. У нее есть вход D и выход Q. То, что мы подаем на вход D, это те данные, которые мы хотим запомнить. То, что выходит на выходе Q, это та информация, которая сейчас прямо хранится внутри этого регистра. А сверху сигнал CLK, это сокращение от CLK, это сигнал синхронизации. Что такое синхронизация? Слово синхронизация состоит из приставки син, что означает, это как приставка со в слове соавтор, то есть вместе. Син это значит вместе. А хронос переводится как время. Син хронос значит, если буквально перевести, это одновременно. Сигнал синхронизации это сигнал одновременности. Дело в том, что вот такие вот сигналы, CLK, сигнал синхронизации, это один сигнал, который дается вообще всем блокам процессора. И когда этот сигнал происходит, что значит происходит? Переключается из нуля в единичку. Вот прям как на слайде нарисовано, вот эта вот буковка Z такая странная, красненькая сверху. Это как раз символизирует момент времени переключения из нуля в единичку. И вот когда сигнал синхронизации переключается из нуля в единичку, это говорит всем блокам процессора, что вот сейчас надо обновить информацию, что вот сейчас происходит событие, сейчас что-то меняется. Так вот, как работает эта ячейка памяти? Мы подаем на вход D, что мы хотим сохранить, но на выходе это никак не отражается. То есть на выходе стоит то, что хранилось в этой ячейке памяти все это время. Когда эта ячейка памяти обновится? В момент, когда произойдет сигнал синхронизации. Ну вот здесь, конечно, с анимацией было бы понятно, что я имею в виду. То есть мы подаем сначала на вход семерку. На выходе ничего не происходит. Происходит сигнал синхроимпульса сверху, CLK, и только тогда на выходе Q появляется то, что мы сохранили. То есть вот эта семерка. Значит, вход D это что мы хотим записать, вход CLK, когда мы это хотим записать, а выход Q это что у нас прямо сейчас хранится в этой памяти. Давайте перейдем теперь к правой части экрана. Там такое вот более страшное устройство, на самом деле в нем ничего страшного нет. У него есть входы A, их несколько, A1, A2, A3. Это входы адреса. Собственно, это и сокращение от слова адрес. Есть выходы RD1 и RD2. Сокращение от read data, то есть считываемые данные. Если мы на вход A1 подаем некий адрес, то на выходе RD1 мы узнаем, что лежит по этому адресу. Если мы на вход A2 подадим какой-то адрес, то мы тогда на выходе RD2 узнаем, что лежит по этому адресу A2. Оставшиеся сигналы, они связаны с записью в память. Если мы хотим что-то сюда записать, тогда мы на вход A3 говорим, по какому адресу мы хотим записать. На RD3, это write data, то есть что мы записываем. Мы подаем, что мы хотим записать. Сверху сигнальчик write enable, это разрешение записи. Ну а собственно сигнал CLK вы уже знаете. Он говорит, когда эта запись произойдет. И тут тоже пример. Допустим, у нас в этой памяти, которая справа находится, допустим, у нас там 4 ячейки 0, 1, 2, 3, помечены красненьким цветом. Это их адреса. То есть по нулевому адресу лежит число 4, по первому адресу лежит троечка, по второму семерка, по третьему девятка. И вот если мы на вход A1, к примеру, подадим число 2, то тогда на выходе RD1 мы увидим семерку, потому что именно семерка хранится по адресу 2. Все. Нам потребуются эти два элемента. Имеется в виду арифметикологическое устройство, наш внутренний калькулятор. И память для того, чтобы собрать процессор. Ну, а здесь я лишь еще раз скажу, что всегда помните, что любой из этих блоков, он состоит из примитивных логических вентилей, а каждый из примитивных логических вентилей состоит, в свою очередь, из транзисторов, которые работают по известным физическим законам. Теперь мы можем перейти уже ближе к процессору. Давайте подумаем, как происходит считывание программы. То есть, один из принципов фон Неймана, благодаря которым работают компьютеры, это последовательное программное управление. Чтобы сделать последовательное программное управление, нам нужно последовательно считывать из памяти инструкция за инструкцией. Что мы для этого сделаем? Вы видите здесь instruction memory. Instruction memory – это память, в которой у нас хранится программа, которую нужно выполнить. У нее есть вход А, вход адреса, и выход RD, read data, то есть то, что мы считаем. В эту память мы ничего записывать не надо, потому что это память программ, она только считывается. Зачем нам туда что-то записывать? Мы хотим только знать программу. Поэтому она имеет только вход адреса и выход, и ничего туда записывать нельзя. По крайней мере, в этот момент времени. Вы видите, что ко входу адреса, ко входу А, instruction memory, подключен регистр, то бишь ячейка памяти. Вот этот регистр имеет название. Он имеет название PC. PC – это сокращение от program counter или счетчик команд. Это специальная ячейка памяти, в которой хранится адрес инструкции, которую нужно выполнить. Адрес инструкции – это просто число. То есть внутри программ-каунтера, внутри этого регистра, хранится число, которое подается на вход адреса памяти инструкции, а эта память, соответственно, выдает на выходе instr, инструкцию, которую нужно выполнить. Что это за инструкция и что это такое, мы разберем сейчас чуть попозже. Помимо этого, вы видите, там вот где написано PC, оттуда, со входа адреса instruction memory, еще вниз тянется провод. Он попадает на вход сумматора. Вот этот блочок такой терцепевидный – это сумматор. Это устройство, которое складывает два числа, которые подаются к нему на вход. То есть прям как ALU, только ALU делает много различных операций, а сумматор – он только одну, он только складывает. И что же мы видим? Что на вход этого сумматора приходит program counter с одной стороны и единичка с другой. То есть на выходе этого сумматора появляется program counter плюс один. И это значит, что когда произойдет синхро-ипульс, вот этот CLK сверху, который обозначен, переключение из нуля в единичку, в этот момент времени значение program counter обновится, и оно станет на один больше, чем предыдущее. И, соответственно, program counter будет указывать на следующую инструкцию, и тогда считается следующая инструкция и так далее. Для примера, вот несколько слайдиков, чтобы было понятнее. Значит, допустим, вот в начальный момент времени включили мы компьютер. В ячейке program counter лежит 0. Значит, она указывает на нулевой адрес instruction memory, то есть там, где у нас лежит программа, и считывает нулевую ячейку памяти. В нулевой ячейке памяти лежит вот некоторая инструкция. Когда происходит сигнал синхро-импульса, значение program counter обновляется, то есть теперь здесь уже единичка. И значит, мы считываем первую ячейку памяти. И значит, мы уже видим другую совершенно инструкцию. Когда происходит следующий сигнал синхро-импульса, у нас значение program counter обновляется. Видите, внутри двоечка уже. То есть он указывает на следующую инструкцию, и считывается следующая инструкция. Ну а потом троечка, ну и так далее. То есть каждый раз, когда будет происходить сигнал синхро-импульса CLK, у нас будет увеличиваться значение program counter, а значит, мы будем указывать на следующую инструкцию, и значит, следующая инструкция должна будет быть выполнена. Так, да, я крайне рекомендую все-таки запустить потом эту презентацию у себя на компьютере в формате PPTX уже, потому что, ну, конечно, некоторые моменты анимации здесь бы сейчас пригодились. Итак, мы пока посмотрели, как считывается последовательно программа из памяти. Состоит она из отдельных инструкций. Давайте же теперь разберемся, а что ж такое инструкция? Что вообще хранится внутри инструкции? Инструкция содержит в себе следующую информацию. Во-первых, она вот в этих ноликах и единичках. Часть этих ноликов и единичек – это адреса внутри памяти, где у нас находятся те данные, с которыми мы хотим что-то сделать. Напомню, процессор, все, что он умеет делать, он умеет считать. И, соответственно, считает он что? Он считает какие-то операции над числами производит. Где эти числа? Где-то в памяти. Как узнать, где они? А вот прямо в инструкции некоторые поля, они как раз и говорят, где лежат эти операнды. Другие операции, ой, помимо адресов операндов, в инструкции еще хранится операция, которую нужно выполнить. То есть, а что с этими операндами сделать-то надо? Ну и третье – это хранится адрес, куда нужно поместить результат этой операции. То есть, в итоге, что хранится в инструкции, там хранится, что нужно сделать, над чем это нужно сделать и куда положить результат. Так, ну и можем приступить, собственно, к уровню микроархитектуры. Микроархитектура – это следующий уровень представления, в котором берутся вот эти уже функциональные цифровые блоки в духе арифметикологического устройства, памяти и тому подобное, и объединяются друг с другом для того, чтобы получить процессор. Вот это уже взгляд с уровня микроархитектуры. Так, да, здесь, конечно, тоже анимация не помешала бы. Что мы видим сейчас на слайдах? С левой стороны вы видите вот эту схемку с последовательным считыванием программы, которая уже была показана ранее. Допустим, из нее считывается некая инструкция, которая, ну вот она коротенькая, видите, изображена 0, 0, 1, 1, ну и все остальные нули. Это и будет наша инструкция. И что мы делаем? А, ну пока еще ничего не делаем. Посмотрим вниз. В нижней части слайда вы видите элемент памяти, из которого можно считывать и в который можно записывать. Адрес ячейки памяти, к которой мы обращаемся, это вход A. На выходе RD появляются данные, которые мы считываем по этому адресу, который указан на входе A. На вход VD в writeData мы подаем данные, которые должны быть туда записаны. А сверху writeEnable он говорит, вообще собираемся мы туда записывать или мы только считываем из памяти. Если writeEnable единичка, значит мы туда что-то записываем. Если writeEnable нолик, значит мы оттуда только считываем. Также здесь есть две ячейки памяти. Ну вот вы видите, одна оранжевым цветом изображена. На самом деле она не оранжевая. Она там под этим оранжевым обычная ячейка памяти, но потом она должна была становиться оранжевой. Так, и на выходе ALU также, видите, стоит регистр. Притом тот регистр, который стоит на выходе ALU, вот эта ячейка памяти, она также является еще и его вторым входом. То есть результат операции, который будет выполняться на ALU, он же будет еще и одним из операндов в следующей операции. Так вот, например, что мы здесь видим? Конкретно здесь изображена инструкция, вот эта 00110 и все остальные нули. Что она говорит? Ну давайте посмотрим вот левая синяя часть, 00110. Она у нас куда подается? Она подается на вход адреса. То есть здесь пока это не в явном виде изображено, но что мы делаем? Мы берем вот эти провода инструкции, которые торчат, и буквально подключаем их к нужным проводам адреса, write enable и операции для ALU. Вот эта синенькая правая. Мы первые 5 бит, левые 5 бит, их подаем на вход адреса. И, соответственно, к чему это приводит? К тому, что из вот этой памяти, которая снизу находится, где у нас лежат данные, с которыми мы хотим работать, из нее считывается ячейка памяти по адресу 00110. То есть на выходе RD появляется значение из этой ячейки памяти. И когда происходит сигнал синхронизации, CLK, эти данные сохраняются вот в этот регистр, который помечен оранжевым цветом. Ну здесь оранжевый цвет в данном случае символизирует, что мы имеем значение из ячейки памяти по адресу 00110. Следующий оранжевый битик, он имеет значение 0, и он подключается ко входу write enable и говорит о том, что конкретно в данной инструкции мы ничего не хотим сохранить в память. Мы только из нее считываем. И последние три битика, зелененьким отмечены, 0, 0, 0, это операция для арифметики логического устройства. Мы сейчас разберем маленький пример, чтобы это стало понятнее. Пример сложения двух чисел. Для того, чтобы нам сложить два числа, нам нужно эти два числа достать из вот этой нижней памяти и разместить одно число, ну в общем оба числа нужно разместить на входах ALU. Но как вы видите, второй регистр, который самый правый, который на выходе ALU, он ведь стоит на выходе ALU и напрямую к памяти не подключен. Поэтому мы будем пользоваться специальной, ну договоримся так, что у нас есть специальная операция 0, 0, 0, вот какая сейчас. Что делает эта операция? Она выдает на выходе то, что подается на ее входе, на вот этом нижнем входе. То есть, например, если бы мы делали операцию сложения, я бы сказал, что на выходе R равно A плюс B. А для выполнения вот такой операции 0, 0, 0, я скажу так, что выход R равен A. То есть первому операнду. Тому, где подключен вот этот оранжевый регистр. Где тут зелененькое? А зелененькое сверху, вот где сверху три битика нулевых выбранные, они выбраны зеленым цветом. Вот где сама инструкция изображена, последние три биты, они зелененьким цветом выделены, я вот про них, собственно, и говорю. Они определяют код, который подается на арифметикологическое устройство. Это не какие-то стандартизированные коды. Я их прямо здесь выдумал именно для вот этой вот лекции. А так они всякие разные используются. Они бывают короче, бывают длиннее. В общем, это просто вопрос договоренности. Так вот, мы договоримся, что когда здесь три ноля на вход АЛУ поступает, то на его выходе то же самое, что на его входе с регистром. Результатом вот этой операции, которую вы сейчас видите, станет сохранение в оранжевый регистр числа по адресу 00110. Коричневое есть, зеленого нет. Не-не, я сверху говорю, сверху, где изображена Instruction Memory, у нее на выходе RD, Instr, написана инструкция, которая состоит из ноликов и единичек. 00110000. И в этой инструкции разными цветами выделены биты. И вот то, что выделено зеленым цветом, три последних, три правых бита, я вот про них и говорю, про зелененькое. Ой, или я про регистр, что ли, оговорился. Так вот, короче, выполнив эту инструкцию, мы считали из памяти. Следующая инструкция нам нужна для того, чтобы получить второй оперант. Значит, предыдущий оперант, он перепрыгивает, вот этот оранжевый регистр, он перепрыгивает через ALU. Почему он перепрыгивает? Потому что, видите, что на ALU подается, на ALU также подается 0,0,0. Благодаря этому информация из входного регистра слева, она перепрыгивает в выходной регистр справа. То есть, оранжевенькое раньше было слева, а теперь оно на выходе ALU, ну и получается на его втором входе. Одновременно с этим, что здесь еще происходит? Мы считываем вторую ячейку памяти по адресу 1.1.1.1.0, который подается на вход адреса. Это у нас уже синенькая вот эта ячеечка, ну или какая вот она, голубоватая такая, немножечко непонятно, зелено-голубоватого цвета какого-то. То есть, в этой инструкции мы опять ничего не записывали в память, у нас в write-enable был нолик, мы только подготовили наш оперант. Это наша вторая инструкция. На третьей инструкции мы уже можем складывать значения из этих регистров. Для этого мы выдаем, видите, здесь теперь код ALU стал другим, 0,1,0. Мы ничего не подаем на вход адреса, мы не записываем результат в память, поэтому write-enable равен нулю. Мы только считаем сумму. У нас теперь получилось, что вот новое число, которое зелененьким отмечено, зелененький регистр, который является суммой оранжевого и синего. Ну, я надеюсь, это более-менее понятно, потому что тут, конечно, без анимации как-то совсем тяжело объяснять стало. Надеюсь, общая идея понятна. Ну и последняя, четвертая инструкция. Нам нужно разместить результат в память обратно. Что мы для этого делаем? Мы указываем внутри инструкции адрес, куда мы хотим поместить результат. Ну, допустим, это адрес 0,0,0,1,0. Указываем write-enable единичку, что мы хотим туда записать. И оставшиеся битики... О, все понятно, ну, отлично. И оставшиеся битики... Ну, это для ALU. Мы на ALU сейчас операции никакой не выполняем, поэтому ничего не происходит. То есть, собственно... Ох, да, здесь тоже должна была быть анимация. Собственно, мы получили вот такой вот результат. То есть, выходы инструкции буквально подключаются ко всем остальным блокам процессора и управляют тем, что нужно делать. Они управляют, что нужно считать ALU и говорят, откуда оно должно брать значение из памяти. Тут же еще может появиться вопрос, что, ну, окей, процессор считает, это замечательно, но мы же видим там картинки, дисплей, как же клавиатуры, мышки, как вот это все происходит? Как они-то взаимодействуют с компьютером? Ну, и вот на этом слайде... Так вот, понятно, непонятно. Дело в том, что некоторые из ячеек памяти, они напрямую подключаются к внешним устройствам. Ну, и конкретно здесь, что у нас изображено? Здесь показано, что вот некая, там, какая-то одна из ячеек памяти подключается к светодиодику. И если мы в эту ячейку памяти кладем нолик, то тогда светодиодик не будет гореть. Если мы в эту ячейку памяти записываем единичку, светодиод загорается. Ну, можете экстраполировать это на все остальное. То есть, у монитора, например, да, у него там разрешение высокое, да, там миллионы этих точек, значит, есть миллионы ячейек памяти, куда можно положить, там, положили туда, например, ячейку один, да, и у вас пиксель загорелся белым цветом, грубо говоря. Или, например, наоборот, да, вот как узнать, нажал человек на кнопку или нет. Ну, эта кнопка, значит, заведена к какому-то адресу, и если процессор выполняет программу, которая считывает из этого адреса значение, вот она считывает оттуда и видит, что там нолик. И тогда процессор знает, что сейчас никто на кнопку не нажал. А если программа считывает из ячейки памяти и видит там единичку, значит, кто-то нажал на кнопку. Ну, если эта кнопка к этой ячейке подключена, соответственно. Так. Да. Здесь тоже, по идее, вот красным оно постепенно появляется, то, что здесь отмечено. Это более продвинутый процессор, то есть то, что мы посмотрели, это похоже на процессоры, которые разрабатывались еще в середине 50-х годов, даже, наверное, раньше, еще в конце 40-х годов. Тогда использовалась так называемая аккумуляторная архитектура, это когда вот как раз регистры таким образом подключаются, как здесь. Но в современных процессорах, на самом деле, на входах ALU стоит не несколько регистров, там находится регистровый файл. Это специальная память, которая может одновременно считывать несколько ячеек. Вот мы как раз на несколько слайдов назад разбирали пример работы такого устройства. То есть здесь, ну, я рекомендую, в общем, запустить потом презентацию у себя, да, и потом на пробел нажимая посмотреть, как здесь сигналы распространяются. Вот они как раз отмечены красным цветом. То есть здесь постепенно считывается инструкция из памяти, потом эта инструкция, вот, красная вертикальная линия, она символизирует раздробление этой инструкции на части. Вот вы можете увидеть, что там даже подписаны номера 26, 23 вот сверху, а потом 29, 22, 18. Это номера битов, которые подаются в конкретные блоки. То есть идея здесь остается та же самая. Но чем этот процессор более продвинут? Тем, что, видите, снизу, где вот эта часть схемы, связанная с программ-каунтер, со считыванием программы из памяти, вот снизу к сумматору уже подключается не просто единичка, как в прошлом случае, а уже там какие-то чуть-чуть более сложные устройства. Это нужно для того, чтобы иметь возможность не только инструкция за инструкцией считывать, но и переключаться в какие-то новые места. То есть, например, выполнять, выполнять, выполнять программу, да, инструкция за инструкцией, а в какой-то момент взять и перепрыгнуть в новое место. Это нужно для того, чтобы выполнять, например, операцию условного перехода или циклические конструкции, если знаете, что такое там всякие if, for, while и тому подобное. Вот, чтобы это сделать, нужно еще уметь хитрым образом обновлять значение программ-каунтера. Но идея тут остается буквально точно такая же. То есть, последовательно считывается инструкция, внутри инструкции записано, что нужно сделать и с чем нужно сделать, и отдельные битки этой инструкции управляют памятью и исполнительными устройствами. Исполнительные устройства – это те, которые, собственно, исполняют операцию. В нашем случае это ALU – арифметикологическое устройство. Бывают еще и другие, бывают умножители, делители, умножение с накоплением, там всякие разные операции бывают. Вот, ALU – это основное. Так, ну и, конечно же, вот это уже более-менее похоже на современные процессоры, но современные процессоры, они немножечко посложнее. Они вот выглядят, например, вот так. Вы сейчас видите на слайдах процессоры, которые разрабатывают, например, наши студенты. Это датактный процессор с архитектурой RISC-V, он уже взрослый, на него можно писать на языках высокого уровня, но идея здесь та же самая. Здесь точно так же есть память программ, который подключен к программ-каунтеру, указывающий на новую инструкцию. Оттуда точно так же считываются инструкции и управляют всеми остальными блоками. Здесь только вот появляется сверху, видите, такой блок синенький – main decoder. Это основной дешифратор. Он на свой вход получает определенные биты инструкции и по ним понимает, что ему нужно, какие задачи нужно ему раздать всем остальным блокам. Как их там переключить, что там, что сказать, алу, какую он операцию будет делать, ну и так далее. Для того, чтобы такие процессоры работали быстрее, их делают не однотактными. Кстати, я не сказал даже, что такое однотактные. Однотактные – это такой, который выполняет одну инструкцию за один такт. Один такт имеется в виду такт синхроимпульса. То есть, когда вот этот сигнал CLK, сигнал синхронизации, когда он проходит весь путь 0, 1, и потом опять… Вот это и есть один такт. Потом он опять 0, 1 – это второй такт. 0, 1 – третий такт и так далее. То есть, если за один такт процессор выполняет инструкцию, это однотактный процессор. Современные процессоры, они конвейерные. То есть, на самом деле, берут однотактный процессор этот, разделяют его на несколько стадий, И каждая стадия выполняется за несколько тактов. Но зато эти стадии работают одновременно. Но идея здесь все равно остается та же самая. Мы просто считываем инструкцию из памяти, дешифруем ее, то есть определяем, что нам нужно сделать, обращаемся в нужные места памяти и даем эти данные арифметикологическому устройству. Но потом они еще усложняются. На самом деле в вашем домашнем компьютере, скорее всего, стоит суперскалярный процессор. Суперскалярный – это такой, который может выполнять несколько инструкций за один такт. То есть у него несколько исполнительных устройств. Видите, вот здесь по центру АЛУ, где написано, их там несколько штук. То есть можно считать две инструкции за раз и сразу двум разным АЛУ выдать задачи, чтобы они выполняли. Но при этом, несмотря на вот эту сложность, которая здесь уже образуется, и на прошлом слайде, я думаю, уже мало что было понятно. А этот вообще уже такой на уровне идеи, да, здесь уже без конкретики изображено. Но зачем я вам это показываю? Чтобы сказать, что все равно, несмотря на всю сложность, идеи во всех процессорах на планете, они все равно одни и те же, и они достаточно простые. Вот как раз те четыре принципа, которые вначале обсуждались. Так, ну здесь тоже три стрелочки, вы видите, потому что здесь рассчитывалось на анимацию тоже. То, что мы сейчас видели, это все был уровень микроархитектуры. То есть какие нужно взять цифровые функциональные блоки, как их друг с другом соединить, чтобы это был процессор. Следующий уровень – это уровень архитектуры. Архитектура – это функции, которыми обладает процессор. То есть что он умеет делать? А какие команды он поддерживает? Умеет он складывать или не умеет? Умеет он там умножать или не умеет? А какой у него размер памяти? А к каким ячейкам он может обращаться? Это все вопросы архитектуры. Одну и ту же архитектуру можно сделать разными микроархитектурами. Например, если вы смотрите это видео с домашнего компьютера, то ваш домашний компьютер сделан на архитектуре x86. Архитектуру x86 делают как минимум две компании. Это компания Intel и компания AMD. У компании Intel у них своя микроархитектура – архитектура x86. А у компании AMD своя микроархитектура – архитектура x86. То есть архитектура – это то, что умеет делать процессор. А микро... ой, я правильно сказал, не заговорился? Архитектура. Что умеет делать процессор, функции, которыми он обладает. Микроархитектура. Как построен, что взяли, с чем соединили, чтобы он так работал. По этой причине у Intel AMD разные микроархитектуры, но одна и та же архитектура. AMD лучше, смотря про какой момент времени мы говорим. Иногда да, иногда нет. И смотря о чем. Но, в общем, тут есть очень много тонкостей и нюансов. К сожалению, нельзя ни в коем случае сравнивать процессоры не по всем параметрам сразу. То есть, если вы, например, берете два процессора, и у одного тактовая частота 3 ГГц, а у второго тактовая частота, например, полгигагерца, то есть в 6 раз ниже. Отсюда можно сделать какой-то вывод? Вообще никакой вывод делать ни в коем случае нельзя. Второй может оказаться быстрее, притом гораздо-гораздо быстрее. Это зависит от целой кучи факторов. Да, смотря для каких целей. Значит, еще раз. Архитектура – это функции, которыми обладает процессор. Но эти функции, они достаточно примитивные. Вот посмотрите, как мы только что… Когда мы говорили про инструкции, что мы делали? Мы указывали адрес, потом обращались по этому адресу, что-то записывали. Потом я вам сказал, что внешние устройства на самом деле – это тоже ячейки памяти. То есть для процессора весь мир – это ячейки памяти. Он в них записывает, считывает, и что-то происходит. Если программист будет сидеть и думать об этих ячейках памяти, это очень тяжело создать какой-то сложный программный продукт. Плюс системы бывают разные. У одного один компьютер, у другого другой компьютер. У одного столько памяти, а у другого больше или меньше. Как же под всех сразу подгадать? И в какой-то момент до людей доходит, что нужно специальное программное обеспечение, которое будет заниматься всей рутиной. И это программное обеспечение – это операционная система. Операционная система – это программа, которая пользует все ресурсы компьютера, то есть пользуется его архитектурой. И создает такой приятный фантик для программиста, которому не нужно думать, на какой машине это будет запускаться. Он просто пишет код. Он пишет код, а потом этот код интерпретирует операционная система. Так, ну это я уже чуть в сторону отошел. Хотелось все-таки сосредоточиться на процессорах. Итак, давайте закрепим. Что же такое процессор? Процессор – это в первую очередь программно-управляемое устройство. То есть чтобы им управлять, нужно писать программу. Что такое программа? Это последовательность инструкции, которую нужно выполнить. Что кодирует себе инструкция? Она кодирует себе, что нужно сделать, с чем это нужно сделать и куда разместить результат. Как же он работает? У любого процессора в мире есть специальная ячейка памяти, которая называется программ-каунтер. Это ячейка памяти, которая хранит адрес текущей инструкции. И вот пять действий, собственно, которые выполняет любой процессор. Первое. Он считывает инструкцию, на которую указывает программ-каунтер. Второе. Эта инструкция декодируется. Под декодированием понимается, что… А что нужно выполнить? Когда мы вот этот маленький процессор делали, у нас там процесс декодирования ни в чем не заключался. Мы просто брали провода из одного места, подключали в другое. На практике это может усложниться. Вот как раз вы видели тоже на слайдах однотактного процессора появилась такая штука, как main decoder. Основной дешифратор. Вот этот основной дешифратор, он и выполняет дешифрацию инструкций, декодирование инструкций. То есть определяет, что нужно сделать. Дальше, третьим шагом, собственно, инструкция выполняется, например, на ALU или каких-нибудь там умножителей или еще где-то. Четвертое. Значение программ-каунтера изменяется, увеличивается, например, на один. И пятое повторяется сначала. То есть считываем инструкцию, декодируем ее, выполняем, записываем результат памяти, обновляем программ-каунтер. Считываем инструкцию, декодируем, выполняем, заносим значение в память, обновляем программ-каунтер и опять по кругу. И по кругу, по кругу, по кругу. Единственное, что я скажу еще, что я вот сказал, что программ-каунтер есть во всех процессорах в мире. Есть один маленький нюанс. Маленький. Он совсем маленький, что совсем незначительный. Компания Intel решила пойти по своему пути. Не, у них тоже есть программ-каунтер, просто он у них называется по-другому. У всех он называется программ-каунтер, а в идеологии x86 он называется instruction pointer, указательная инструкция. Но суть ровно та же самая, просто название другое. Поэтому если вы вдруг обратитесь к архитектуре x86, попробуйте там разобраться, не пугайтесь, там не PC, а IP называется он. Так, ну и последнее, зачем же это вам нужно вообще, зачем в этом разбираться? Ну, во-первых, больше знаний и умений равно больше потенциальных возможностей. То есть потенциально вы можете сделать больше, а это хорошо. Плюс процессоры помогают во всех областях жизнедеятельности человека разумно уметь их применять не только на уровне пользователя. Разумно как-то иметь возможность применить их на практике. Проведу такую аналогию, ну представьте, допустим, человеку совершенно не обязательно разбираться в автомобилях. Вы можете научиться ездить на автомобиле, но при этом не разбираться в его внутренности. И если вам вдруг кто-то скажет, что ты не разобрался в автомобилях, разберись, это же полезно. А допустим, вы аргументируете так, ну зачем, у меня там нормально денег, я всегда могу просто отдать в сервис-центр, чтобы его починили. А потом вы как-то раз едете из города А в город Б и посреди, да, 500 километров туда тишина, 500 километров туда тишина. Вы ломаетесь и что вы дальше делаете? Вы ждете, да, вы может быть позвоните кому-то, как-то будете решать ситуацию. Но вы окажетесь в проблеме, да. Вот если бы вы умели починить его, тогда бы вы применили эти навыки. Собственно, об этом здесь я и говорю. То есть если вы потенциально знаете, как это работает, значит вы потенциально можете применить это на практике. Плюс посмотрите, процессоры окружают вас вообще везде. Просто задумайтесь, когда вы в последний раз находились, ну например, в 10 метрах от ближайшего процессора. Когда это было? Когда вы, например, ходили в душ, да, но тогда тоже все равно где-то в ближайших 10 метрах всегда есть процессоры. Притом, скорее всего, они работают. Это телефоны, это все игрушки, вообще все, что нас окружает, везде они. И, собственно, поэтому я считаю, что знать такую тему полезно. Ну не для того, чтобы, может быть, разрабатывать процессоры, но в такие знания они найдут место для применения. Так, и на этом у меня доклад мой окончен. Если у вас есть какие-то уточняющие вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Может быть, какую-то тему разверну. Спрашивайте. Ага, вот вопросы. Возможно ли менять частоту CLK с целью изменения скорости вычислений? Да. Собственно, так и делают. Так и делают, и чем выше частота актирования, соответственно, тем выше на выходе появляются выполненные инструкции. Но такую частоту повышать бесконечно нельзя. Дело в том, что каждый транзистор имеет... Что такое, все нормально, да? Имеет свою скорость переключения. И если за отведенное время он не успеет переключиться, следовательно, мы получим неправильный результат. По этой причине, когда повышают частоту синхронизации, есть всегда верхний предел, который нельзя преодолеть. То есть если вы его преодолеваете, то есть тактовую частоту повысить можно. Но тогда у вас не все транзисторы будут успевать переключаться, а значит вы будете получать недостоверный результат. Поэтому, да, CLK, конечно же, влияет на скорость работы, но бесконечно его повышать нельзя. Его получается повысить, например, если сильно охладить процессор, тогда можно еще чуть-чуть повысить. Это, может быть, слышали, так делали. Охлаждают, сильно охлаждают процессор и повышают тактовые частоты. До какого-то момента это чуть-чуть еще может сработать, но потом все, эффект закончится. Ирина, какие-нибудь вопросы? Да, тут такой вопрос. У нас пока что один единственный кандидат, что является не совсем корректным. Уважаемые слушатели, скажите, пожалуйста, насколько вам понравилась лекция Михаила? Вообще, насколько вам интересна тема, связанная с микропроцессорной архитектурой и прочими вещами? В частности, спроектированных этих самых микропроцессоров. Кто-то, может быть, даже проверил, он что-то слышал вдруг. Можете написать в обычный чат, естественно. О, это здорово. Я еще раз отмечу, что обязательно посмотрите презентацию. Некоторые анимированные вещи, они гораздо нагляднее в PowerPoint. Михаил, смотрите, вас оценивают как великолепного лектора, судя по количеству огоньков. Более 30. Это замечательно. И огромное количество вопросов по поводу прислать презентацию. Друзья, наша презентация будет вывешена после публикации записи данного вебинара на нашем сайте Stanford.org. Непосредственно там, где этот самый вебинар вы сейчас осмотрите. Ну, во всяком случае, большинство. Однако, я хотел бы вернуться к моменту, связанному с вопросом. Безусловно, мой тезка молодец и на каждом вебинаре проявляет великолепную активность, особенно если учесть его достаточно юный возраст. Михаил, вопрос вам задал ученик четвертого класса, кстати. Да ладно, серьезно? Абсолютно, серьезно. Мы сами были в большом шипе, когда узнали. Очень умный молодой человек. Вообще класс. Однако, для создания некой конкурентной среды, и учитывая, что на кону стоит замечательная плата «Циклон-4», полученная, между прочим, из Калифорнии, от Юрия Панчула, для тех, кто очень интересуется, она, естественно, с программатором, ссылками на программное обеспечение как раз для того, чтобы можно было на ней делать всякие интересные вещи. Михаил, ты можешь прокомментировать, что можно с помощью вот этой вот штуковины сотворить. Можно много всего. Да, но в качестве как основной задачи, конечно, это все-таки образовательная деятельность, а все остальные моменты немножко позже. Так вот, к сожалению, если вопрос будет всего один, то приз будет не вот этот, а, безусловно, чтобы стандартный, по подобию наших футболок или толстого. Вот, поэтому, так как мы так уже вышли достаточно серьезно на наши временные рамки, большое спасибо, Михаил, никто даже, никто не сбежал, потому что все это слушали. Но я все же вас, уважаемые друзья, прошу подумать, может быть, у вас есть какие-то вопросы, которые вы хотели задать, но почему-то постеснялись или решили, что они не такие важные. И если эти вопросы все-таки есть, то задайте их, пожалуйста, во вкладке «Вопросы». Мы создадим небольшую конкурентную среду, посмотрим. И если действительно, кроме «Моевой тезки» есть еще кто-то, или, например, «Мой тезка» сможет задать самый интересный вопрос, то, безусловно, мы, опять же, подчеркиваем вот эту вот замечательную вещь, которая приехала нам из солнечной Калифорнии отправиться к какому-то счастливчику с возможностью дальнейшего образовательного процесса, ну, может быть, даже и в неуме, на что мы очень надеемся, со своей стороны. Я вот немножечко пролистаю слайды, может быть, это кого-то на вопрос наведет. Да, Дамир Саканов задал вопрос. Правда, не зачем, по-моему, по теме, как мне кажется. Есть ли где-то обучалки, список практических работ по работе с данной платой? С данной платой, мне кажется, должны быть какие-то... Навряд ли они, наверное, навряд ли это будет видео, но какой-то текст, я думаю, найти по этому поводу можно. Ну, как минимум, можно посмотреть на Хабре, публикации, связанные с Чип-экспо, который проходил в сентябре этого года, так как в основе используется как раз Циклон-4 в качестве альтернативы... Сейчас, я буквально на секундочку, сейчас, секунду. Итак, пока наш спикер отошел, вы можете задавать дальше вопросы. Сейчас, я уже тут, просто я хотел показать, что да, это потрясающая книга, если вдруг кто-то хочет познакомиться, начать знакомиться с процессорами, то обязательно, вот эта книга, она подготовлена, ой, она написана для неподготовленного человека, это вот написали «Код тайный язык информатики» Чарльз Петцельт, это потрясающая книга, всем рекомендую, кто начинает вот в этой тематике разбираться. Михаил, а что мы хотим сказать, раз очень немножко про литературу заговорили, касательно второй редакции перевода «Харрисон Харрис» на русский язык для тех наших слушателей, которые не в полной мере могут владеть техническим английским языком? Это потрясающая книга. Вторая редакция, она уже поправлена как раз хорошо, потому что в первой что-то там ошибочек много было. Вторая тоже всем ее рекомендую, и мне кажется, она вполне даже школьникам может зайти, потому что там все специальные знания, они даются прямо там. То есть, мне кажется, не нужно ничего специального заранее знать для того, чтобы приступить к этой книге. Или я неправильно понял вопрос, может? Нет, все абсолютно правильно. Спасибо большое за комментарий. Тут у нас немножко дискуссия даже оживилась. Видимо, возможность стать ближе к профессии микросистемного техника, как ты говорил в Советском Союзе, не знаю, что ближе будет, наверное, к разработчику процессоров, как-то всколыхнул интерес, и явно посыпались вопросы. Вот у кого-то даже «Харрисон Харрис» уже есть. Так, я правильно понимаю, нужно галочками отмечать, которые ответили, да? Конечно. Ага. Так, вот это, да. Это мы закрыли. Так, ну вот, собственно. Так, вот какое максимальное количество блоков может управляться одной инструкцией? Максимальное, очень тяжело сказать, их может быть сотни и даже тысячи. Например, есть такая, есть два основных вида архитектур по способу кодирования инструкций. Есть RISC, Reduced Instruction Set Computer, это когда все инструкции одной длины, и они типизированы. А есть CISC, Complex Instruction Set Computer, это когда инструкции разной длины. А есть еще третья, которая вышла вот из этой первой, RISC, которая, Reduced Instruction Set Computer. Это так называемая влив или Very Long Instruction Word. И там инструкция занимает, может занимать кучу байт и управлять десятками исполнительных устройств. И значит сотнями элементов процессора. Я забыл, зачем я про архитектуру говорил. Короче, да, может быть очень много, точное количество я не назову, потому что это зависит от разработчика. То есть вы можете создать, например, такой процессор, в котором одна инструкция будет управлять там тысячами даже, возможно, элементов, блоков в смысле. Так вот, дальше. Можно в презентацию эту книгу, название? Имеется в виду, которая код Чарльза Петцельда или имелся в виду Харрис? Я не совсем. Я думаю, что, наверное, может быть можно. Добавим в комментарии в нашем посте ВКонтакте по результатам вебинара. И укажем ссылки на книжные магазины, где книга представлена. Да, к сожалению, вот эту книгу, ее так тяжело купить. Я ее несколько лет за ней гонялся. Просто хотел, чтобы она у меня в библиотеке была. И вот в какой-то момент я прям удачненько... То есть ее даже в онлайн-магазинах раскупают там один день, и все, ее нету. А потом опять ты пару лет ждешь, пока ее опять выпустят. Поэтому, скорее всего, в электронном ее придется. Так. Всегда было интересно, почему память трудно создавать. Почему память трудно создавать? Смотря про какой момент времени идет речь. То есть до того момента, как появились транзисторы, просто не было технологий. Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Не было подходящих технологий, поэтому приходилось вот как-то выкручиваться, вот как было показано на первых слайдах, со всякими проволочками или ртутью. А когда появились транзисторы, это стало гораздо проще. Я даже... К сожалению, я сейчас не могу более какой-то такой ответ дать, может быть, более красочный. Отвечу суховато, ну, потому что технологии не позволяли. Как-то так. Так, сколько ячеек может быть в памяти одного блока на данный момент? На данный момент. Вопрос с подвохом, потому что на самом деле, если посмотреть поглубже в как организована память, окажется, что один блок памяти, он на самом деле состоит из нескольких блоков. Каждый из которых состоит из отдельных модулей, каждый из которых может состоять из отдельных элементов. То есть, я думаю, что если, так вот в общем ответить, я думаю, что речь идет о гигабайтах. Более конкретно, более конкретно зависит от конкретной ситуации. Давайте так скажу, гигабайты. То есть, сколько ячеек может быть в памяти одного блока на данный момент, это гигабайты. Вопросов у нас больше нет. Я задам, наверное, последний вопрос, так как мы уже немножко выходим за рамки. Михаил, скажите, как специалист, как считаете, смогут ли потенциально, в перспективе, скажем, 30-40 лет будущих, квантовые компьютеры, построенные на различных технологиях, вне зависимости от, может быть, это будет, квантовые компьютеры на базе кремниевой технологии, либо что-то более интересное, отличающееся от текущей современной архитектуры, и, соответственно, на основе новых материалов, естественно, заменить классическую текущую архитектуру, да, основанную на булевой алгебре, и тех принципах, которые были заложены еще там Малолом Тьюрингом, сколько было, это, кстати, 10 лет назад. Есть разные мнения на этот счет, что квантовый компьютер, например, только для, условно говоря, и скинов искусственного интеллекта, и они не могут решать задачи, скажем так, ну, такие простые, как, не знаю, работа операционной степени в игрусном детстве, вот, и игрушки гонять, там, не знаю, в Call of Duty, для каких-то прям так серьезных потенциальных задач. Либо все-таки это, как обычно, некоторое заблуждение, и мы не просто, ну, не видим всей информационной картины, которая окружает данную тему, и вообще, может быть, какой-то есть будет синтез и гибрид того с текущей технологией. Ну, во-первых, я сразу скажу, что я не специалист в квантовых компьютерах, я их знаю на уровне, ну, вот мне интересно, да, я там посмотрел как-то так, то есть в общих чертах. И, исходя из того, что мне известно, я делаю вывод, что, мне кажется, одно другое не заменит. То есть они немножечко о разном все-таки, потому что, возможно, конечно, появится какая-то, то есть если появится технология, которая будет давать возможность использовать квантовые вычисления так же дешево, как это делают традиционные полупроводниковые устройства, то тогда, возможно, какой-то переход и произойдет. Но я думаю, даже, наверное, убежден, что квантовые компьютеры будут своими классами задач заниматься, а вот те вычисления, которые сейчас происходят, они такими же и будут. Потому что это дешевле и проще. То есть, как бы использовать квантовый компьютер, даже если он просто делается, для того, чтобы считать какие-то простые задачки, да, там, какие-то задачи управления в духе, вот китайская игрушка, да, там, ты что-то сказал, нажал на нее, она тебе там, мама отвечает, да. Вот кажется, что это как стрелять из пушки по воробьям. То есть, просто в этом гипотетически, наверное, так можно сделать, то есть, если вдруг в будущем появятся материалы и тому подобное. Но, мне кажется, все равно так делать не будут, потому что зачем? Проще. Тут технологии обкатаны, они условно дешевые. Я думаю, так. Большое спасибо. Ну что ж, тогда давайте подведем итог. Михаил, чей вопрос вы считаете наиболее достойным того, чтобы вознаградить его циклом четыре? Вот я тут вижу еще один вопрос от Глеба появился. Насколько триггерная память превосходит транзистору? Ну вот память, которая, вот этот, господи, заговорился, прошу прощения. Триггеры, они и строятся из транзисторов. То есть, вот эти триггеры, ячейки памяти, они также из транзисторов и строятся, поэтому не превосходят. Это одно и то же. Либо я не понял правильный вопрос, возможно. Так, что замедляет работу процессора и почему? Сейчас попробую, сейчас подумаю, можно ли ответить на это коротко. Что замедляет работу процессора и почему? На самом деле, влияет очень много факторов. Вот мы на одном из слайдов видели, я сейчас это продемонстрирую. Значит, вот сейчас вы на слайдах видите конвейерный процессор. Дело в том, что в конвейерном процессоре одновременно, ну вот конкретно для данного рисунка, здесь одновременно выполняется пять разных инструкций, но каждая из них выполняется на разной стадии. Первая инструкция, она находится только на стадии исчитывания этой инструкции. Другая, она находится на стадии декодирования. Третья прямо сейчас исполняется. Четвертая обращается в память, а пятая записывает результат. То есть пять разных инструкций на разной стадии выполнения, и они одновременно прямо сейчас находятся в процессоре. И дело в том, что некоторые инструкции, они друг с другом конфликтуют. И то есть пока одна инструкция до конца не выполнится, пока она все стадии этого конвейера не пройдет, следующее не может быть запущено. И вот чтобы такие конфликты устранять, в том числе есть такая вещь, как предсказатель переходов. Предсказатель переходов – это устройство, которое в режиме реального времени собирает статистику о условных переходах, которые происходили в программе, и выдает предположение, вероятностное предположение, о том, произойдет в какой-то момент времени переход, или не произойдет. И вот если этот предсказатель, если он угадывает, то тогда конвейер загружается инструкциями, и все идет отлично. Но если он не угадывает, это значит, что в конвейер попали неправильные инструкции, потому что они пошли не по тому коду программы. И значит нужно конвейер остановить, очистить и загрузить по новой. И тогда производительность падает. То есть это всего лишь один пример. От чего зависит работа процессора, как звезды сойдутся в том числе. То есть просто случай в том числе решает. Ну и еще на самом деле есть много факторов. Очень хочется сейчас рассказать, я просто люблю на эту тему еще поболтать, но я не буду, потому что уже время, совсем уходим по времени. Короче, разные факторы влияют, в том числе и случай. Так, теперь осталось выбрать самый интересный вопрос. Так, сейчас я их просмотрю все еще раз. Так, а вот какой у вас процессор? Ну, то, что изображено на слайде, это процессор с архитектурой RISC-V. Вот наши студенты его на лабораторных работах выполняют. Мне как будто бы первый вопрос больше всего нравится. Возможно ли менять частоту CLK с целью изменения скорости вычислений? Мне кажется, хороший вопрос, еще потому что я ведь не сказал, что на самом деле в процессе изложения я не упомянул, что каждый элемент имеет задержку. Соответственно, мы ограничены по скорости. А вот Глеб, еще с учетом того, что он в четвертом классе учится, он об этом подумал. И, если честно, это прям тронуло мое сердце. Особенно, что он в четвертом классе. Глеб, ты молодец. Это круто. И вот я, в общем, выбрал бы вот этот вопрос. Возможно ли меня частоту CLK? Отлично, Михаил. Большое вам спасибо. Победитель выбора. Данная оплата едет в город Орел, собственно говоря. Всем нашим слушателям я желаю удачи на будущих вебинарах. Их остается еще некоторое количество. Приходите обязательно, в том числе на этой неделе. Михаил, вам отдельно огромное спасибо. Не только вам, но, собственно говоря, и вашему ВУЗу. Мы очень надеемся, что сегодняшняя лекция привлечет определенное количество будущих студентов, в том числе, конечно же, которые попадут к вам и докажут, что в нашей стране есть микроэлектроника, есть разработчики, есть архитекторы, программисты. Низкоуровневые, конечно же, выскоуровневые, мы так все знаем, ничего не хватает. И кто-то, возможно, среди этих людей будет, не знаю, новым Аланом Муром, возможно, если говорить о западных, конечно же, людях, а если говорить про наших, ну, тут смотря, конечно, кого ориентироваться. Поэтому пускай они читают историю, посмотрят, кто у нас продвигал микроэлектронику, в частности, не классическое 0.1, а 0.1.2, например. Такое тоже было. Жалко, закрыли. Ну, не суть. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, слушатели, большое вам спасибо. Скажите еще раз большое спасибо Михаилу, что мы обязательно будем ждать его на наших следующих лекциях в следующем году. Проходите наши курсы, связанные с непосредственно разработкой микросистем от, господи, от физики к программированию. Ну, собственно говоря, заходите на скайф, смотрите, читайте. Книжки мы, естественно, в комментариях закрепим. Презентацию ожидайте в течение нескольких дней в среде. Я думаю, и наша запись будет, и, естественно, все материалы. Всем большое спасибо. Спасибо за внимание. Спасибо. Всем хорошего дня. До свидания. Спасибо всем. До свидания.